Здорово, чуваки, с вами Александр Дегтярёв, а это Новый и надеюсь, что долгожданный выпуск передачи Рок Ньюз. Но прежде чем мы перейдём к новостям, немножечко рекламы. Если на улице похолодало, но ты по-прежнему хочешь выделиться из серой толпы, то посмотри, какая у меня классная ветровка с Линкен Парк. Отличное качество, прочные замки, есть капюшон и фирменный рисунок. Таких курток много на сайте всемайки.ру. А если не нашёл подходящую, то всегда можешь сделать её со своей картинкой в удобном редакторе всего за пару кликов. Также тут есть шапки, толстовки, рюкзаки и, естественно, футболки и многое другое. А если во время заказа вы введёте вот этот промокод, то получите скидку в 10% на любой товар. Ссылка на магазин в описании. Переходим к новостям. На днях у группы Mushroom Head вышел новый клип. Это, конечно, хорошо, но у меня есть куча вопросов. Но давайте по порядку. С 2015 года в группе начинается череда уходов музыкантов. Та-дам! В октябре 2015 уходит Вейлон Ривис. Следом группу покидает Том Шмидтс. Но самое страшное впереди. В начале этого года из группы уходит бессменный вокалист и лицо группы Джеффри Хэтрикс. А через пару дней то же самое делает и гитарист Томми Чёрч. В тот момент я подумал, что группе конец. Это и не мудрено. Ладно, гитаристы, взяли нового участника, надели на него страшную маску и вперёд. Но вот уход вокалиста это всегда трудно. Я думаю, что вы с таким сталкивались и понимаете, что очень сложно привыкнуть к новому голосу. Особенно, когда исполняются старые любимые песни. И когда объявили о готовящемся к выходу нового DVD Грибоголовых, я подумал. Отлично! Напоследок увижу закулиски, концерт со старыми участниками и возможно даже какое-нибудь специальное видео. А тем временем группа уже начала выступать с новым вокалистом и новыми масками. И тут в июле выходит вот этот клип. И кого же мы там видим? Ха, да-да, именно старых участников. А самое главное, некогда бессменного вокалиста Джеффа. Тогда я подумал. Ну, наверное, клип сняли прямо перед уходом музыкантов. Ничего необычного. Ведь на монтаж и обработку видео нужно время. Тем более, что клип сделан как фильм. Сдание уважения к культовому хоррору «Зловещие мертвецы». Эх, приятный сюрприз. Спасибо, друзья. Но на этом неожиданности не прекратились. В середине августа выходит еще один клип. И вновь Джеффри на месте. Кстати, это еще не все, как вы догадались. 4 октября выходит еще один клип. И там есть и Джеффри, и Чордж, и Шмидс, и даже Уэллон, который ушел еще в 2015 году. Вот серьезно, лично я с таким ни разу не сталкивался. У группы есть превосходный материал. И что, он выходит спустя 3 года? Складывается впечатление, что музыканты не уходили из группы вовсе, а просто потроллили фанатов. Тем самым приковав их внимание к себе. Ну или же все эти клипы были действительно сняты раньше. Но почему же они тогда выходят только сейчас, спустя такое количество времени? Ведь по идее нужно сконцентрироваться на новых участников. Почаще показывать их, чтобы фанаты поскорее привыкли. Но нам показывают старых, боль об уходе которых еще не прошла. Так себе политика, если честно. И самое интересное, что в русскоязычном интернете практически невозможно найти информацию об этом. Нам доступна лишь страница в Википедии с грубыми фактами и маленький паблик ВКонтакте. Где в информации сообщества до сих пор указаны старые участники как действующий состав. Возможно есть какие-то ответы на недавно вышедшем новом DVD группе. Но у меня к сожалению его нет. И в сети я найти его не смог. Так что ребят, если кто-нибудь обладает физической копией этого DVD, то оцифруйте и пришлите пожалуйста мне. Я буду вам очень благодарен. В любом случае выход нового альбома расставит все по местам. А что по этому поводу думаете вы? Быть может я многого не знаю. Жду ваших комментариев друзья. А сейчас рубрика более коротких, но не менее важных новостей. Британские металлкорщики Архитекс выпустили новое видео. Гитарист Рамштайн Паулю Ландерс рассказал, что выход нового альбома должен состояться весной 2019-го. Кстати, оркестровую музыку для альбома записывали в Минске. А фронтмен коллектива Тиль Линдеман запланировал несколько концертов в России в этом декабре с личным шоу. Поговаривают, что практически все билеты распроданы, несмотря на их высокую цену. Польские скандалисты Бегемот помимо богохульного корма для собак выпустили новый клип. Кстати, новый альбом хоть и частично, но уже можно послушать в нашем паблике ВКонтакте. Ссылка в описании. Дом Честера Беннингтона, где он покончил жизнь самоубийством, был продан за 2 миллиона долларов. Изначально цена была выше, но желающих купить дом с такой историей, видимо, было немного. Тем более, что фанаты до сих пор посещают это место и могут причинить новым владельцам неудобства. Американские металлисты Тревиум выпустили новое видео. Группа Корн выпустила свой бренд кофе. Как заметили фанаты, лучше бы они выпустили свою кукурузу. Олдскульные хардкорщики Террор выпустили новый альбом. Пластинка улетная. Советую. Старички Назарет порадовали новым клипом. Шведско-датский модерн-метал коллектив Амаранте выпустили новый клип. 30 ноября на Nuclear Blast состоится выход виниловых версий первых пяти альбомов Meshuga, которые прошли специальный мастеринг для этого релиза. В преддверии выхода нового альбома группа Mesh выпустила еще один клип. Выступление группы Marduk запретили в Гватемале. На этот раз группу не обвиняли в нацизме, а просто оскорбились верующие. Венесуэльский музыкант Zardonic выпустил свой новый индустриальный альбом. Мрачная молодая команда About The Stars выпустила EP и классный клип. Зацените. Группа Papa Roach выпустила новый видеоклип. Тюменский проект Fly Dying выпустил новый сингл. Это проект одного человека. Свой стиль он называет Depressive Trip Hop. Это музыкальный эксперимент, смесь жанров Dark Ambient и Trip Hop. В итоге музыка получается мрачная и депрессивная. У проекта уже два полноформатных альбома. И если вы хотите свежих ощущений и другой музыки, то вам понравится. Ссылку оставлю. А еще я побывал на выступлении братьев Кавалера. И это было круто. Вот он настоящий бразильский трэш-групп Метал. Переходим к рубрике, посвященной молодым рок-коллективам. И начну рубрику я с довольно трагичных событий. В 2017 году в Москве появилась интересная группа под названием Кау. Энергичная музыка, интересные тексты и большой потенциал. Так, почему же новость трагичная? Дело в том, что группа в мае этого года распалась. Но у нас есть шанс вернуть этих ребят в строй. В описании к видео я оставил ссылку на паблик, где закреплена петиция, подписав которую можно вернуть ребят в дело. Пусть группа Кау поймет, что они нужны людям. Причиной распада послужило разочарование команды в собственных силах, отсутствие поддержки аудитории и хейт в сторону музыкантов. Да, музыка довольно необычная, но я считаю, что нужно поддерживать таких ребят. Ведь именно из таких нестандартных групп и вырастают уникальные команды. Сами ребята вновь готовы собраться, но их мучает вопрос. Нужно ли их творчество людям? Или все же нестандартная тяжелая музыка на русском языке давно уже никому не нужна в этой стране? Давайте вместе решим судьбу коллектива. А сейчас я расскажу вам о классной молодой группе из Сибири. Группа «Нет ничего твоего» образовалась в августе 2013 года. И за плечами команды два альбома и достаточно масштабный тур, который состоял из 11 городов, в том числе и Москвы. Кроме того, группа посетила радио Hurt FM, выпустила несколько синглов и два видеоклипа. Сейчас, кстати, мы с вами смотрим их самый новый видеоролик. Парни готовят новый полноформатный альбом, который увидит свет в 2019 году. Группа «Нет ничего твоего» это сибирская атмосфера, пропитанная темой антиутопии в стиле атмосферик постметал. Мне нравится, что ребята делают все качественно. Уверен, что моим молодым подписчикам понравится их меланхоличная и одновременно агрессивная музыка. Во всем этом чувствуются личные переживания и страдания. И я помню себя, когда ощущал подобные чувства. Я верю в их музыку и тексты. Как всегда в этой рубрике я оставляю ссылки на коллективы в описании к видео. Давайте вместе знакомиться с интересной молодой русскоязычной музыкой. Продолжаю делиться с вами годной музыкой, которая заслуживает большего внимания. Группа «Gone as the days» выпустила классный видеоклик. «Gone as the days» что переводится как «Прошли те дни» Это альтернативная метал-группа из Питера с интересной историей. Например, команда долгое время не могла найти подходящего вокалиста. В итоге был взят 14-летний парень, которого гитарист группы, будучи преподавателем английского, заприметил среди своих учеников. И парень влился в группу просто идеально. Вокал что надо. Группа готовит к выходу дебютный альбом. И уже сейчас мы видим клип на одну из песен с него. Вначале кажется, что это просто видео, где группа в каком-то помещении играет и врывается. Ну, типа как обычно, как у всех. Но это обманчивое впечатление. В клипе есть сюжетная линия, что в последнее время у молодых групп редкость. Причем сюжет сделан интересно. С помощью вот такого футуристического образа нам передают очень серьезный посыл. О чем можно понять в конце ролика, увидев, как главный герой умирает от изнеможения, а на смену ему приводят свежую кровь. Лично я увидел здесь аллюзию на современную систему, где нам приходится крутиться как белкам в колесе, ради того, чтобы просто существовать. Забыв о чем-то более важном. И в конце рубрики хорошая новость. Группа Spaceship One обзавелась полноценным составом и активно дает концерты. В последние несколько лет Spaceship One переживал период застоя, когда не было возможности развиваться. Переезд в Москву, нехватка денег и отсутствие музыкантов очень сильно повлияло на активность группы. Дебютный альбом, вышедший в конце 2017-го, должен был исправить ситуацию, но уход постоянного гитариста немного нарушил планы. А точнее, сильно нарушил. К слову, группа состояла вообще из двух постоянных участников. И только в марте текущего года в группе происходят резкие изменения. Буквально в один миг находится новый гитарист, барабанщик и бэк-вокалист, который выводит звучание на новый уровень. За это время ребята успели получить награду на Белорусском фестивале и отыграть сольный концерт в Москве. Сейчас Spaceship One активно готовится к выступлению на крупном фестивале, также к съемкам клипа и ведет свой YouTube-канал. Ну, вы помните про ссылки, да? Я давно наблюдаю за этим проектом и мне по-настоящему нравится их музыка. Любителям индустриала настоятельно рекомендую к ознакомлению. На этом у меня все. С вами был Александр Вегтярев. Слушайте только хорошую музыку. И до скорых встреч, чуваки. Субтитры сделал DimaTorzok